В Баку осуждают отправку Парижем военной техники в Армению. Скажи, Андрей, зачем Баку такая искусная шумиха на самом деле? Во-первых, потому что можно ее поднять, потому что можно заявить и придраться к чему-то, чтобы Армению представить как в сторону не находящуюся сейчас, так скажем, в страдательном положении агрессора. Эти 20 машин, даже 50, бастионы, кажется, ничего не решат, даже 150. Это достаточно старая машина с легкой броней. По слухам, даже Украина отказалась от них из-за недостаточного бронирования. В принципе, это символический шаг со стороны Франции, не более того, так же, как символический шаг поставки вот этих пресловутых гаубиц из Индии. Просто потому, что стоит понимать прекрасно, никакой золотой пули волшебной нет, и Армения не сможет противопоставить и создать в короткие, даже средние сроки, да, возможно, и в длинные, любой сравнимый маломальский с азербайджанским арсенал. По многим причинам. И экономический, и финансовый диспоритет, и численный, и все, чтобы Армения не получала, это на самом деле сейчас не значит ничего. Азербайджан, каждый вот этот броневик может там 10, а то и 100 кратно покрыть. И у них для него открыты арсеналы турецкие, с гораздо более многочисленной, на самом деле, относительно этих бастионов современной техникой. Ну, повод сыграть, да, Армения в свое время много раз заявляла по поводу вооружения Азербайджана со стороны Турции, покупки России. Ну, вот именно, когда Азербайджан вооружали на много миллиардов долларов Россия, Турция, Израиль, Пакистан и другие, никто не шумел тогда? Ну, нет, Армения выходила с репликами, это можно считать своеобразным ответом, но главное, что стоит из этого взять, никакие просто попытки со стороны Еревана сейчас каким-то вооруженным путем ответить, просто эта констатация, они смысла не имеют. Это они просто увеличивают количество погибших и азербайджанцев, и прежде всего армян, потому что армяне слабые, в том числе и технически, в военном плане сейчас сторона. И даже если будет конфликт, как мы видели, Армения, к сожалению, для Армении вынуждена вот этот диспаритет по технике, по количеству стволов, по авиации гасить большими человеческими потерями. А такой размен для Армении, с учетом того, что она четверть от азербайджанского населения составляет, он просто невозможен. И любая стратегия, и Пашинян, в принципе, это понимает прекрасно, любая стратегия силового ответа, она приводит в любом случае к поражению. И, в принципе, те, кто сейчас критикует Пашиняна, тоже это прекрасно понимают. Просто им надо как-то критиковать. По ситуации, в лучшем случае Патова, в худшем случае Сукцванга, как-то надо выбираться. Баку понимает, что Армения сейчас хочет выбираться, да, и со злорадным удовлетворением оттягивает и ставит ситуацию ребром, и поднимает там вопросы так называемого западного Азербайджана. Да, это цинично злая политика, я еще раз говорю, рационально для Азербайджана уже стала региональным гегемоном. Сейчас для него лучше зафиксировать ситуацию. Войска российские он уже, в принципе, выдавил. Особенно после того, как вытеснул Россию. Да, ну, осталось вытеснить российские базы, возможно, с помощью господина Пашиняна из Армении, хотя бы, потому что в Армении сейчас... Такой вопрос не стоит, Андрей, это искусно придумано. Ну, не я ставлю этот вопрос, я читаю многие армянские ресурсы. Ну, это российская пропаганда, так, на этом... Ну, вопрос в том, что, в принципе, для Азербайджана, да, было бы выгодно убрать их и просто, да, строить Абхазию. Ну, конечно, ты думаешь, в Армении этого не понимают, что это как раз выгодно именно Азербайджану, да? Ну, честно говоря, с позиции России современной, если смотреть, непонятно вообще, кому на пользу в данном случае... Ладно, давайте закроем эту тему. Да, да, да. Вот очень интересный нюанс к сказанному. Турция продлила мандат своих военнослужащих, несущих службу в Ахдамском мониторинговом центре. Андрей, знаете, это после войны... Да, да. О российских военнослужащих пока ни слова нету. Как все это потом будет сработать? Да никак. Просто российские военнослужащие или уже покинули полностью, или основной своей части покинули через какое-то время территорию Азербайджана. Но у господина Алиева, простите, давно уже однозначная позиция, когда уничтожали локаторы в Габале, и теперь, когда миротворцы, для которых нет, в принципе, сейчас дело уходит, он расчищает, он получает абсолютный суверенитет над своей территорией, абсолютный суверенитет в экономическом плане, абсолютный суверенитет в рамках региона. Турки, друзья, союзники, они остаются ровно не как наблюдатели, а как союзные отряды, консультанты, войска, и чтобы потешить друга Эрдогана, возможно, если они договорятся, будет и турецкая база в Азербайджане. Кстати, как варианты, ответ России, в принципе, исчерпывающий, если вдруг что-то... Уже без присутствия российских военнослужащих. Нет, все, Россия покидает Закавказье, фактически, в принципе, Россия ни одному из закавказских государств сейчас ничего толком дать или пообещать не может. Аргументы, которые остаются у России, да, она может создать проблемы, это она еще может, в большем объеме для Армении, в меньшем для Азербайджана или для Грузии, но этот ресурс тоже уходит. И вот мы говорили все-таки об этих базах российских, рано или поздно они тоже уйдут из Армении, в Армении нужно, как с фактом уже, жителям Армении задумываться, что будет после этого. Просто потому, что нет ресурсов, что, в принципе, мы уже говорили защитить как-то не то, что Армению, а эти базы при текущей географической раскладке невозможно, в принципе. И они что, символизируют влияние флаг, но мы видим просто распад, давайте говорить откровенно, сейчас отношения между Ереваном и Москвой, и он, скорее всего, будет усугубляться. Просто потому, что и господин Пашинян понимает печальную роль Москвы, и армянское общественное мнение тоже много претензий выставляет, и российская, в свою очередь, тоже пропаганда, и ряд элит, в том числе, там и армян в России тоже свою игру ведет. И, скорее всего, это будет повторение ситуации с Молдавией, с Украиной, с Грузией. Как ни печально бы это было. А значит, будут рваться экономические связи и к России, скорее всего, как всегда, используя рычаги санкционные и политические, и в том числе, логично, что и военные. И вот этот новый мир, который будет после баз, господин Пашинян сейчас пытается выстроить отношениями с Францией, со Штатами, встречами с немцами, с Эрдоганом тем же самым. Потому что, да, вот это такой жестокий расклад. Или северная страна, большая Россия, или как-то пытаться с Турцией налаживать, потому что иначе никак. Иран, Иран, мы уже говорили вообще. Сейчас про Иран, Андрей. Возникла новая полемика между Тегераном и Баку. Азербайджану не понравилось заявление посла Ирана в Армении, назвав их провокационными. Я сейчас цитирую. Мы, что говорил посол, мы против тех коммуникаций и каналов, которые выходят за рамки суверенитета Армении и ставят под сомнение независимость Армении. Где здесь провокация, Андрей? Да нет провокации. Просто Баку точно так же, как в предыдущем случае, использует какую-то реплику или жест для обозначений, для более активной, агрессивной, так скажем, дипломатической риторики. Подобная риторика и в России. Да, прежде всего в России культивируется и расходится по всему остальному, похоже, постсоветскому, не только пространству. Я просто хотел сказать, что на Иран вообще рассчитывать, как уже говорил, не приходится хотя бы потому, что сейчас там пойдет как минимум смена Айеталы, Верховного, по физическим причинам. А этот процесс, во-первых, занимает целиком внимание всей иранской элиты. Во-вторых, абсолютно непонятно, что будет при преемнике. В-третьих, всегда, особенно в такой ситуации, существует фактор ухудшения протестной обстановки, которая у них и так на самом деле на волоске висит. И по национальным, по экономическим признакам. То есть Иран занят собой, своими проблемами, и то, если еще не сцепится с Израилем и получит дополнительный комплекс проблем. Соответственно, расчеты какие-то на него тоже, ну они бессмысленные. Это просто ложные надежды, из которых строится ложная политика, которая потом приводит к нынешней ситуации, когда Армения рассчитывала на какую-то поддержку Ирана и получила на словах. Ну, прекрасно, да. Больше ничего. Иран фактически, да, уже смирился с гегемонией Турции и Азербайджана в регионе. И за счет Армении, в том числе, что будет при следующем повороте иранской реальности, мы не знаем. Но, опять же, еще раз, там своих проблем более чем достаточно. Особенно на израильском фронте. Ну и на израильском тоже, да. И, кстати, да, я вот читаю армянскую публицистику и разные каналы. Там все в армянском обществе, да, я смотрю, больше поддержка Палестины, но по причинам, скорее всего, что Израиль с Азербайджаном как-то выстроил лучшие исторические отношения. Ну, просто, если у Армении пойдет все-таки крен, как он сейчас продолжается, на Запад, то тогда вот это вот пропалестинская риторика и одновременно выстраивать отношения с Западом, со Штатами, с Европой, они не бьются друг с другом. И даже с Израилем, в принципе. Мы уже говорили, что Армении ничего не остается, кроме как стать аналогом Израиля в недружелюбном, так сказать, не обязательно воевать со всем окружением. Ну, понимаете, недружественность его, конечно, придется, но для этого придется тоже выстраивать какие-то отношения с Израилем, хотя бы, чтобы перенимать опыт. А когда вот это вот пропалестинское, про хамасовские заявления идут, это просто дополнительно выстраивает негатив и просто взаимонеприятие между двумя, на самом деле, очень похожими странами. Да, очень скользкая ситуация, Андрей, очень. Притом намного сложнее для Баку вот эта ситуация на фронте Израильска. Ну, сложнее, но, во-первых, все-таки существуют азербайджанско-израильские уже отношения и даже в обществе. И достаточно большая диаспора там, азербайджанско-еврейская находится. И много чего, и плюсы авторитарные государства имеют свои плюсы. А это тогда, когда параллельно Эрдоган ругает Израиль? Ну, поскольку, да, Алиев не зависит от Эрдогана в прямом смысле слова. Алиев не зависит от Эрдогана? Они скорее союзники, в данном случае разного веса, конечно, но скорее союзники. И смысл в том, что необязательно, я просто пытаюсь сказать, ругаться с государством или портить отношения, или тем более там в адрес террористов с радостью отзываться, если твой противник с этим же государством тоже дружит. Искусство дипломатии требует неких компромиссов. А Армении, я говорю, кроме как израильский путь повторить с какими-то своими адаптациями, других вариантов развития, к сожалению, я не вижу. Редактор субтитров Кор О.Голубкина Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok